Авторскую программу «Обо всём понемногу» на 23-м канале смотрите каждый вторник, четверг и в воскресенье в 18.00. Здравствуйте! Вы смотрите передачи Таганрогской телевизионной сети 23-й канал. Как обычно в это время в эфире программа «Обо всём понемногу» и эти полчаса проведу с вами я, её автор и ведущий Евгений Токарян. 19 декабря Православная Церковь чтит память чудотворца Николая Угодника. Об этом святом сегодня рассказывает православная страничка программы. 19 декабря – день смерти святого, которое случилось в 354 году. Святого, бывшего при жизни архиепископом Мир Ликийских, область Италии, почитает весь христианский мир. В лихую минуту о нём вспоминают, к его помощи взывают даже иноверцы. По преданию Николай помогает путешествующим, страждущим бедным людям, находящимся в плену. Отсюда ему особая благодарность. Святый Николай действительно такой необычный святой, ведь он не оставил после себя даже никаких письменных работ, как, например, святый Иоанн Златоуст, великий проповедник. Но он очень почитаем и любим в народе. Он жил довольно-таки давно, больше, чем полторы тысячи лет назад. И память о нём жива и ныне. Может, многие даже люди его и считают русским, может быть, человеком. Святый Николай всю свою пастырскую деятельность, все деньги, которые имеет иерарх церкви, он направлял на благотворительность. Он заботился о бедных, о обездоленных. Он молитвенник и заступник перед Богом за нас. Он скорый помощник, его ещё называют. То есть, если к нему помолиться, он очень быстро помогает. И поэтому он так любим в народе. Как только народная любовь и вера в заступничество Николая не величало святого. Никола, второй после Бога заступник, говорили про него. К Николе Ратному взывали русские воины на поле битвы. Так, отправляясь в 1380 году на битву с Мамаем, князь Дмитрий Иоаннович увидел причуден образ Николая-чудотворца, окружённый звёздами и источающий свет. Возвращаясь победителем с Куликова поля, князь повелел воздвигнуть на этом месте в честь святого монастырь, известный как Никола Угрежский. Призывают Николая при заключении брачных союзов, чтобы была совместная жизнь прочная и благополучна. Старину предпосебной служили святому молебны, как покровителю у них и урожаев. День его блаженной кончины в народе называют Николой Зимной. Но в русском церковном месяцеслове празднуется также день перенесения его мощей. В 1087 году из мир Ликийских, город в Малайзии, в итальянский город Бари. Этот день, 22 мая, именуется Никола Вешний. Но и в простые дни, круглый год, у бесчисленных икон святого не угасают свечи. Звучат молитвы великому заступнику, всех в бедах обретающимся. Хорошее обслуживание, у них хороший ассортимент, выкладка товаров, мне нравится. Меня устраивают цены. Многообразие товара разного учения, и мне нравится, что здесь все свежее всегда. Девочки хорошо обслуживают. Я студентка, здесь довольно низкие цены, поэтому сюда и ходим. Здесь очень большой выбор продуктов, приветливый персонал. Свежая продукция. Качество товара, доступные цены. Не надо долго ходить по этому магазину, сразу все под рукой. Много продукции, выгоднее покупать здесь. Постоянно свежая выпечка, интересные какие-то вкусности. В небольшом магазине большое разнообразие товара радует. То, что нет в других магазинах, я покупаю здесь. Ассортимент нравится, все есть, что надо. Даже вот если бы Антон Привольный приехал со своей группой, то они бы тут просрочки не нашли точно. Принцип работы нашего коллектива – все для людей. Все для людей. Сеть супермаркетов «Аида». На прошедшей неделе уже в пятый раз прошел конкурс по основам потребительских знаний среди старшеклассников. О том, кто стал победителем юбилейного городского конкурса, вы узнаете из следующего материала программы. Команды девяти муниципальных школ боролись за право быть лучшими знатоками основных положений закона Российской Федерации о защите прав потребителей. В ходе конкурса, который проводился в лучших традициях клуба «Веселых и находчивых», участникам предстояло представить свою команду. Команда «Грабовные потребители» приветствует вас. Мы потребители «Грабовный строй». С нами не страшно покупки любой. Наш лифт – отрыв с нами, что и права потребителя. Правильно решить три ситуационные задачи. Показать домашнее задание на тему «Потребитель в торговле». А завершал состязание конкурс капитанов, каждый из которых должен был правильно разобраться в сложившейся ситуации и найти верное с точки зрения закона о правах потребителей решение. Знание своих прав – одно из важнейших условий успешной адаптации молодого человека в современном обществе. И чем раньше школьники получат опыт экономических отношений, тем проще, успешнее и увереннее они будут чувствовать себя в дальнейшем. В течение учебного года старшеклассники изучают основу потребительских знаний в рамках элективных курсов предметов общества знания, экономика, права. Ежегодно проводятся внеклассные мероприятия, посвященные Дню защиты прав потребителя. Именно в целях совершенствования форм и методов защиты прав потребителей, пропаганда основ потребительских знаний среди школьников, управлением потребительского рынка товаров и услуг администрации города, совместно с управлением образования, уже в пятый раз был организован и проведен этот конкурс. Однако один из его организаторов, председатель жюри Ирина Воробьева, главную цель этого мероприятия определила так. В этом году конкурс у нас юбилейный, мы его проводим в пятый раз. И конкурс проходит не ради конкурса, мы поняли, а мы для того его проводим, чтобы ребята, которые получили знания в школах, на открытых уроках, на элективных курсах, закрепили их и ушли знаниями, которые нужны в повседневной жизни потребительских прав. И поэтому мы надеемся, что они ими, показывая в своих конкурсе свои таланты, смогут ими пользоваться на деле. И надо сказать, ребята показали довольно высокий уровень подготовки и на большинство вопросов давали полные исчерпывающие ответы. Всем командам-участникам, не попавшим в число призеров, были вручены грамоты и подарки. Призеры получили дипломы и ценные призы. За третье место награждается гимназий номер 2 от Луния Атона Получина. Огромная победительская битва. Дипломом за второе место награждается школа номер 6. Дипломом за первое место в городском конкурсе посолом по типических знаний награждается команда «Амазонки спецназа». «Амазонки спецназа» «Молодцы! В этом году и артисты, и знания проявили все вместе. Красиво! Физично выступили наши обожонки в Бензаколонке. Поздравляем!» Вот что сказали победители сразу после завершения конкурса. Так, девочки, я вас поздравляю с победой. И хочу спросить, что вы чувствуете сегодня, когда уже все закончилось и у вас... Мы чувствуем кучу эмоций, нас переполняет радость. И мы счастливы! Вот и пришло время нашего вкусного совета, который сегодня дает шеф-повар Вячеслав Волков. Здравствуйте! Сегодня мы приготовим красную рыбу, фаршированную креветками, в укорном соусе шампань. Для этого нам потребуются следующие ингредиенты – семга, сливки, креветки, специи, масло оливковое, соевый соус. Для декора мы возьмем огурец, томаты свежие, лайм, болгарский перец, свежая зелень. Для соуса нам необходима апельсин, сливки, лайм, икру черную-красную и непосредственно шампанское. Берем семгу, делаем надрез и фаршируем очищенными креветками. После этого нашу заготовку мы посолим, добавим специи для рыбы. На предварительно разогретую сковороду выливаем оливковое масло. И отправляем туда рыбу. Теперь добавляем немного соевого соуса. И сливки. Накрываем крышкой и оставляем томиться на 8-10 минут. Пока готовится рыба, мы приготовим соус. Берем шампанское и выливаем на предварительно разогретую сковороду. Добавляем сок апельсина. Сок лайма. И сливки. Когда наш соус начинает закипать, добавляем красную икру. И перемешиваем. Наша рыба готова. Перекладываем ее на тарелку. Теперь поливаем нашу рыбу заранее приготовленным соусом. Теперь декорируем черной и красной. Посыпаем паприкой. И украшаем его свежим лаймом. И завершаем нашу композицию. Веточка укропа. К этому блюду я рекомендую сухое шампанское блюдо, которое даст возможность прочувствовать неповторимый вкус этого блюда. Приятного аппетита! Скажите, пожалуйста, вы хоть иногда покупаете красную рыбу соленую? Конечно, покупаю. Да. На праздники, да. Покупаю на рынке. Из-под полы. Конечно, свежую. Свежую, а соленую? И соленую. Вообще я нет. Родители покупают. А какие виды рыбы вы знаете от соленой? Ну, соленая рыба – это горбуша. Что-то еще подобное. В зависимости она производится в Ирландии или на нашем Владивостоке. Это разные, так сказать, они под разными названиями идут. Семга в основном. Семга – это где-то красная. А еще какие виды вы знаете? Горбуша. Ну, может, еще какая-то есть. Это основных два вида красной рыбы, которая у нас употребляется. Нирпа. Лосось. Темга. Форель. Семга. Лосось. Кита. Ну, там еще от, я не знаю, это все родители. Я им доверяюсь, да. Скажите, как вы ее выбираете? Как ее выбирают? Срок годности, чтобы, соответственно, чтобы, ну, как непросроченная была. Ну, и внешний вид упаковки тоже важен. Во-первых, попробовать, если это рыба, то попробовать не слишком, она мягкая, потому что в таком случае она, значит, очень долго где-то лежала, ее морозили, размораживали. И, естественно, всегда возникает вопрос, слишком она соленая или не соленая. Вот это основные, как она в упаковке. Вот это, ну, и, естественно, кто производитель. Понравился товар в Перу, смотрю на дату выпуска и срок годности обязательно. Сначала посмотреть, кто делал эту рыбу. То есть, чья эта рыба? Местная, норвежская, дальневосточная и так далее. Кто производитель, это тоже очень важно. На это прежде всего надо обращать внимание. Ну, она должна быть красная, она должна быть тугая, ну, и без запаха постороннего, если это открытая. А если это в упаковке, вот, вакуумной? Ну, дата проставления, дата изготовления или дата упаковки там стоит, ну, желательно посвежее. Ну, на вид рыбы вообще, как она выглядит, нет ли вообще запаха от этой упаковки. Оль, чем полезна красная рыба соленая? Именно соленая? Да. Тем, что в ней сохранены все питательные вещества, все белки необходимые, фосфор и так далее. Все замечательные из таблицы Менделеева вещества, которые организму, человеческому очень нужны. От производства зависит, какие туда компоненты для того, чтобы она сохранялась, складывает. Поэтому это очень сложный вопрос, а даже для ответа. Жирные омега-кислоты, я так думаю, они полезны всем, и молодым, и гражданам среднего возраста, тем более пожилым. Ну, я думаю, для зрения там рыба. Не знаю. А теперь для участников экспресс-опроса и всех зрителей программы о красной соленой рыбе рассказывает администратор торгового зала супермаркета «Аида» Евгений Подорожный. Здравствуйте. Новогодние праздники еще вроде бы не начались, но многие из нас уже ходят по магазинам в поисках нужных товаров к праздничному столу. Традиционной для новогоднего стола всегда была красная рыба. Ведь из нее получаются не только вкусные, но и очень яркие закуски. О том, как выбрать хорошую красную рыбу, которая не разрочирует нас своими вкусовыми качествами, сегодня и пойдет речь. Многие производители выпускают рыбу в вакуумной упаковке. Это быстро, удобно, и она защищена от всех воздействий окружающей среды. Кроме того, мы можем легко осмотреть ее с любой стороны. Вакуумная упаковка может быть совершенно любой формы. Круглой, квадратной, прямоугольной, с картурной подложкой и без. Самое главное, чтобы из нее было очень хорошо откачан воздух, и рыба не плавала в рассоле. А теперь о том, все-таки, какой именно вид рыбы мы хотим выбрать. Вся красная рыба относится к семейству лососевых. Однако недостаточно, если на упаковке будет просто название лосось. Поищите уточнение, какой именно вид лосося. Это может быть семга, форель, горбуша, нерка, кита. Все они отличаются не только по своим вкусовым качествам, но и по цене. Самыми дорогими и полезными видами лосося являются семга и форель. Обязательно найдите на упаковке надпись «слабосоленая». Именно в таком виде она не задерживает соль в организме, не вредит печени и поджелудочной железе. Кроме того, она питает очень нужными для нас полиненасыщенными жирными кислотами. Между семгой и форелью все-таки есть небольшие отличия. Цвет семги стремится более к оранжевому, а у форели он красный. Кроме того, семга немного более жирная рыба. Если же говорить о горбуши и ките, то они ценятся намного меньше, поэтому они дешевле. Однако в малосольном виде вкус их приближен к самым дорогим видам лососевых рыб. После того, как мы выбрали нужный нам вид рыбы, давайте осмотрим упаковку. Запомните, что самые нежные жирные кусочки находятся ближе к голове. Поэтому, если вы видите перед собой жилистый кусок с массой белых прожилок, то знайте, что он был отрезан ближе к хвосту. Далее посмотрите на дату изготовления и срок хранения. Дата изготовления обязательно должна быть четко выбита на упаковке. Не допускается никаких наклеек. Срок хранения у разных производителей может варьироваться от 30 суток до 2 месяцев. Однако знайте, если вы видите рыбу с максимальным сроком годности, то тут не обошлось без консервантов в составе, например, без сорбиновой кислоты. Взяв упаковку в руку, немножко надавите пальцем на саму рыбу. Если она быстро восстановит форму, значит перед вами качественный продукт. Дома открыв упаковку, обратите внимание на запах. С одной стороны, он не должен быть очень резким, но с другой стороны, не может быть такого, что его нет совсем. Кроме того, пиле не должно содержать ни костей, ни кровоподтеков. И после вскрытия упаковки из нее не должна вытекать жидкость. Ведь мы все-таки платим деньги за рыбу, а не ростов, в котором она находится. Надеюсь, что мои советы помогут выбрать вам самую вкусную, нежную рыбу для новогоднего стола. До свидания. Хорошее обслуживание, у них хороший ассортимент, выкладка товаров мне нравится. Меня устраивают цены. Многообразие товара разного очень, и мне нравится, что здесь все свежее всегда. Девочки хорошо обслуживают. Я студентка здесь, довольно низкие цены, поэтому сюда и ходим. Здесь очень большой выбор продуктов, приветливый персонал. Свежая продукция. Качество товара, доступные цены. Не надо долго ходить по этому магазину, сразу все под рукой. Много продукции, выгоднее покупать здесь. Постоянно свежая выпечка, интересные какие-то вкусности. В небольшом магазине большое разнообразие товара радует. То, что нет в других магазинах, я покупаю здесь. Ассортимент нравится, все есть, что надо. Даже вот если бы Антон Привольный приехал со своей группой, то они бы тут просрочки не нашли точно. Принцип работы нашего коллектива – все для людей. Все для людей. Сеть супермаркетов «Аида». Мы продолжаем путешествие по Старому Дагонрогу. С вами ведущий исторической странички программы Сергей Чаленко. Мы находимся с вами, уважаемые телезрители, в центральной старинной части нашего города, на пересечении улиц Греческая и переулка Добролюбовского. Здесь, за моей спиной, вы видите старинный дом, которому более 200 лет. Принадлежал он некогда знаменитому в Тагонроге купеческому семейству Цесаренко. Первый его основатель и строитель был городской голова Тагонрога Тихон Цесаренко. Именно этот дом он построил в 1810 году. Но затем уже его сын Павел продал этот дом городскому строительному комитету. Именно здесь, с 1827 по 1873 год, находилась квартира Тагонрогского градоначальника. И здесь необходимо сделать пояснение. Градоначальник был глава не только Тагонрога, Тагонрогской власти. Он контролировал власть на обширных территориях, прилегающих к Тагонрогу, которые простирались дома Киевки, Ростова и Мариуполя. Однако после дом еще раз изменил свое предназначение. Городская управа, заботясь о просвещении жителей Тагонрога, выкупила его у городоначальника и сделала его городской общественной библиотекой. Именно сюда приходил будущий великий писатель Антоша Чехов. Затем возникла необходимость в образовании женщин. Прогрессивные тенденции Западной Европы стали проникать в Тагонрог. И здесь открылась частная женская гимназия госпожи Янович. О качестве образования в женской гимназии можно много говорить. Но достаточно привести такие примеры. Музыку здесь преподавал знаменитый композитор Валерлан Мола, а рисование художник Кубицкий. Гимназия здесь существовала до 1914 года. И вот затем здесь, с началом Первой мировой войны, появился хирургический госпиталь. Первая мировая война, это была уже война, похожая на войну Вторую мировую. Здесь в массовом повадке принялась тяжелая артиллерия, автоматическое оружие, пулеметы, винтовки, газы, сплошные линии фронта, тяжелые снаряды и ранения у воинов были очень и очень сложные. Но таганрогские хирурги все-таки использовали ту, может быть, с нашей точки зрения примитивную аппаратуру, инструменты, все-таки спасли жизни многих воинов. Госпиталь здесь существовал до 1917 года. Затем возникло революционное смутное время. В России произошла Великая Октябрьская Социалистическая Революция и начала разгораться Гражданская война. В 1918 году власть в городе взяли большевики. И здесь, в этом доме, разместилось управление Большевицкого морским портом. Комиссар по делам Таганрогского морского порта. А вот рядом, по переулку Добролюбовскому, в одноэтажном доме, разместился штаб Красной Чехословацкой гвардии. Дело в том, что именно Чехословакия, обладающая фронтовым опытом, сыграли огромную роль в победе большевицкого восстания в нашем городе. Сейчас здесь обычный жилой дом, в котором живут люди, которые, как я надеюсь, знают историю этого прекрасного дома, построенного в старогреческом стиле. Теперь эту историю знаете и вы. Завершит нашу сегодняшнюю встречу небольшая зарисовка. А я прощаюсь с вами и желаю всем удачи, отличного настроения и как можно больше положительных эмоций. Будьте здоровы! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok